Знакомьтесь, это Рыжий, наверное, один из самых известных в Одессе котов. Увы, прославился он при очень печальных и болезненных для себя обстоятельствах. Рыжий был обыкновенным дворовым котом до тех пор, пока, как говорится, не перебежал дорожку местному дворнику. Кстати, гражданину иностранного государства. Тот схватил кота за задние лапы и начал бить головой об стену. Тогда очевидцем необычной жестокости стала участница Великой Отечественной 86-летняя Любовь Алексеевна. Не испугавшись садиста, она в рукопашную пошла спасать животное. Было в районе головы большое количество травм, ссадин, отечность мягких тканей. Животное находилось в глубоком угнетении и в депрессивном состоянии. При осмотре один зуб был явно выбит в процессе нанесения ему травм. Эта история взбудоражила Одессу. Люди всем миром собирали деньги на лечение и реабилитацию кота. Кроме того, под давлением общественности милиция по данному факту возбудила уголовное дело, провела следствие и передала материалы в суд. Прошло 8 месяцев и дворника иностранца приговорили к тюремному заключению за избиение кота. Андрей Иван Григорьевич, признать виновным, в совершении преступления предусмотрено статьей 299, это впервые, наверное, вообще в Украине, часть первая, и назначить ему наказание в виде двух месяцев ареста. Подобный приговор редкость для украинской современной юриспруденции, а для Одессы вообще уникален, заявляют юристы. Чаще всего уголовно, по закону, наказать зоосадиста невозможно. Таких приговоров на всю Украину за год можно пересчитать, это 1-2 за год на самом деле. И они каждый раз на слуху, поэтому про них все знают. Связано с тем, что обычно нет потерпевших, то есть нет людей, которые бы будоражили ситуацию. Когда никому не выгодно и неинтересно такое дело, то его никто и не возбуждает. Что же касается Рыжего, то ему повезло. У легендарного кота появилась заботливая хозяйка и свой собственный дом. Так что теперь у кота, как говорится, все в шоколаде. Ай, мы сегодня ласки хотим, хотим. В общем, гладим. Этот случай изменил судьбу и самого дворника. После этого он завязался спиртным, завел двух котов и начал подкармливать других бродячих животных. После этого случая, как только появилась в его доме милиция, он закодировался. Он взял двух котов для своей внучки котенка. Он кормит бездомных животных, он положительно характеризуется по месту жительства. То есть это его и спасло от приговора, который требовал прокурор 6 месяцев тюремного заключения. Руслан Смещук, Константин Длужневский, телекомпания АТВ.